Это сюрприз для слушателей Радио 101 и зрителей телеканала 5.1. У нас в гостях совершенно случайно, в общем, даже для нас неожиданно оказалась Зимфира. Но прежде чем мы услышим, как эта барышня умеет петь, как она умеет танцевать, разговаривать и показывать фокусы, мы, наверное, посмотрим историческую справку. Она будет короткой, поэтому никуда не отключайтесь. Зимфира Рамазанова родилась 26 августа 1976 года в Уфе. Мать-врач, отец-преподаватель истории. В 5 лет поступила в музыкальную школу. В детстве и юности занятие музыкой совмещало с игрой в баскетбол. Причем в спорте успеха достигло значительно раньше, войдя в начале 90-х в юношескую сборную России. Тем не менее, окончательный выбор был сделан в пользу музыки. Зимфира поступила в Уфимское училище искусств, которое благополучно окончила с красным дипломом. После музучилища поступила на юрфак. Получилась без своей обвальной и обременительной славы весь первый курс. И не теряет надежды когда-нибудь выйти из академического отпуска. В течение нескольких лет со своим приятелем-музыкантом пела и играла на клавишных в уфимских клубах и ресторанах. Затем пришла работать на одной из уфимских радиостанций. Сначала звукооператором, затем диджеем. Там у нее появилась возможность профессионально записывать свои песни. Демо записи попали к Леониду Бурлакову, Илье Лагутенко и компании. Песни всем понравились и Зимфире было предложено сотрудничество. Она не отказалась. Первой своей серьезной песней считает композицию «Снег», которая вошла в дебютный альбом. Он был выпущен в этом году под незамысловатым названием «Зимфира». Пластинка писалась на студии Мосфильма, а сводилась в Лондоне. Второй альбом уже готов. Планируется, что выйдет он в начале будущего года. И несмотря на то, что в руках я держу пейджер 56-18-56 абонента «Скорбин», пейджер великодушно предоставленный нам единой пейджинговой, вряд ли вы сможете прислать нам свои сообщения, именно потому что мы заготовили слишком много вопросов для Зимфира. Она приготовила для нас слишком много песен, по-моему. Не так ли? Не так ли. Ну, в общем, действительно большой сюрприз. Но я все-таки начнем с музыки. С музыки со словами. Она же песня. На гитаре под названием «Элвис». Гитара не соответствует содержанию сегодняшней программы. Будут песни... Не Элвис. Не Элвис. Продолжаем концертную программу. Песни пей. Песни пей. Куплю за французом видеть Никто не будет глазом больна Не будет обещать, но ты Передавай привет и звони Счастье С неба про погоду Счастье 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А в ответ я, значит, отвечаю Простите, но я же не филолог, ближе к 30, займусь образованием То есть это было в виде шутки Такой красоты А вот, ты знаешь, что касается рифмы, напрашивается Строфа после Я задыхаюсь от нежности Одно нецензурное слово, да? Оно разве нецензурное? Или оно в антиве нецензурное? Ну, после, да? Кстати, это слово мне очень напоминает заставку программы Аскорбин, проверка слуха, которую вы сейчас имеете возможность Слышать и видеть Слышать, если вы настроены на частоту радио 101 И видеть, если вы настроены на телеканал 5.1 У нас в гостях Симфира Она умеет петь песни И, в общем, сама же их при этом сочиняет И играет на гитаре На этой гитаре она иногда играет в шахматы При этом регулярно проигрывает Я же выигрываю ноты Она выигрывает на этой гитаре И сейчас она выиграет там произведение под названием Ну, может быть, все-таки дворовую песню, которую ты репетировала Там споешь? Дворовую? Дворовую Которую? Ну, пусть это будет любая песня Даже, может быть, и не дворовая вовсе Пусть будет Пускай эти песни Я не знаю, какую Сейчас надо подумать Ну, дурно, да У нас есть, кстати, время для того, чтобы подумать Ну, понятно же А я ж, ты же сам Не, я просто парюсь, блин Ну, какие еще там песни-то были Пальцы же парят Четвертка, ой, четвертая отвалительная песня Давай, пока ты вспоминаешь, какая песня Ты расскажешь нам, а также зрителям и слушателям Где ты травмировала руку? Потому что подробности из личной жизни Особо интересны Музыканты Особо Упала Ты как знаешь Ну, в фильм Шел, упал, очнулся гипс Подозреваю, что, в общем, никакого материального вознаграждения за это не последовало Но бог с ним Ну, нормально Мази недорогие А мы получим сейчас моральное удовлетворение, как мне кажется Ты белая и светлая Я, я темная, теплая Ты плачешь, не видит ли кто А я, я конка и стекла Дура, ты как укровенно любишь А я, я так безнадежно попала Мы, мы шепчем друг другу секрет Мы все понимаем и только этого мало Анечка Анечка Просила слать, мамечка Анечка Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Анечка Просила слать, мамечка Анечка Ты стоишь с моим закручем Я, я верю, что тоже стоит Ты, гений, я тоже гений Если же их, значит, на поле Больно бывает не только от боли Страшно бывает не только за совесть Странно, опять не хватило воли Я могу, а курки ты пишешь повесть Анечка Просилась я с моим, Анечка. Лай, ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай, Анечка. Печально, Анечка. Спасибо большое, ари-виде-дель. Спасибо. Ну вот, кстати, могу предположить, что тебе надо бы немножко поэкономить голос при выступлении. Лай, так вот что все делай, не пойте, девушка. Так нет, но при этом я думаю, что ты несколько расточительно относишься к своему таланту. Внесите в студию яйца сырые. Не надо, лучше воды платить. Принесите в студию воды, кстати, это хорошая мысль. Ну че, че спрашивай? А вот о спорте. Давай, ну че. А теперь ты попросишь отжаться. Нет, отжаться вряд ли, потому что ты же выпадешь сразу из кадра. А вот что касается, пару приседаний или пару бросков в корзину. Какой баскетбол? Я что-то не очень хорошо понимаю. Отлично, кстати. Мы можем, вот если бы она была здесь, площадка, я бы тебе показала как-то. Наденься, я не знаю. Ну поскольку я противник групповых видов спорта, а сторонник, как это называется? Нет, дело не прозвучало. Я противник групповых. Так все запущено. Ну как понятно, ты заметила, что мы находимся на MTV, поэтому мы можем себе позволить того, чего мы не можем позволить себе на первом канале ОРТ, да? Я не знаю, чего там. Будешь? Я думаю, не гигиенично было бы пить из одного флакона. Принесите второй, если есть у вас. Вот... Что, герпеса боишься? Да, барышня, выпейте воды. Но, лыжи. Вот лыжи мне гораздо ближе. Здесь вводится... Лыжи мне гораздо ближе, а еще для рыжих. Ну, это такие стихи. Хорошие стихи, кстати. Примитивные. Здесь масса трасс и масса мест, в которых мы могли бы прокатиться и сравнить уровень мастерства. А ты где катаешься? В Ливменьяре. Ну, у тебя есть снаряжение, то есть... Да, конечно. Где ты собираешься Новый год отмечать? Дома, в Уфе. Об Уфе поговорим, вероятно, чуть позже, потому что сейчас мы должны дать небольшую рекламную паузу. И, собственно, потом мы продолжим, да, и слушать музыку и разговаривать. Я помню все твои трещинки, а-а-а, пою твои мои песенки. Ну, почему? Ну, почему? Постучали в дверь открытую, а я в печали, да я разбитая. Битая нету битве, я не объявляла войну. Я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои трещинки, а-а-а, пою твои мои песенки. Ну, почему? Лай-對不對, yell. Я иду. Лай-llie. Я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои трещинки, а-а-а-а, поют твои мои песенки, э-э-э-э. Я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои трещинки, а-а-а-а, поют твои мои песенки, э-э-э-э. Ну почему? Ну почему? Ну почему? Проверка слуха. Проверка слуха. Проверка слуха.